Ну и к другим темам. Больница на колесах. Больным сахарным диабетом. В Уфе приехал Диамобиль. Комплекс расположился рядом с Республиканской клинической больницей. Как попасть на прием к столичным врачам узнавала Надежда Марина. Галина Мансурова с диагнозом сахарный диабет второго типа живет уже 24 года. Все это время она соблюдает строгую диету, принимает лекарства и наблюдается у врача. Тем не менее снизить уровень сахара бывает очень сложно. Когда пригласили пройти диагностику в Диамобиле, Галина Геннадьевна согласилась сразу. Специалист по диабетической стопе. В поликлинике его нет. Как попасть к нему это очень сложно. И очень хорошие врачи. И то, что можно пройти все в один день и все анализы. Просто чудесно. Два белых фургона, оборудованных по последнему слову техники. Лаборатория и четыре врачебных кабинета. Эндокринолога, кардиолога, диабетолога, офтальмолога и специалиста по диабетической стопе. Прием ведут столичные врачи Научного медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России. Это ведущий в стране центр по изучению и лечению сахарного диабета. Всего планируется обследовать около 450 жителей Башкирии. Списки пациентов формировались заранее. Каждый регион имеет свой регистр больных с сахарным диабетом. Случайным образом отпираются списки. Именно для того, чтобы оценить ситуацию в среднем. Диамобиль приехал в республику во второй раз. Проект в следующем году отметит 20-летний юбилей. Собранные за это время диагностические и научные данные помогут улучшить специализированную медицинскую помощь пациентам с сахарным диабетом. Диабет это не приговор. И если мы диагностируем осложнения на ранней стадии, а еще лучше предупреждаем их, то мы можем быть очень успешны в том, что пациенты с диабетом не будут отличаться от тех, кто не страдает этим заболеванием. Экспедиция диамобиля в регионы России поддерживает компания «Нова Нордиск», которая уже 100 лет помогает пациентам противостоять диабету. Компания «Нова Нордиск» разрабатывает и внедряет на российском рынке новые инновационные препараты для улучшения методов терапии сахарного диабета. Повышает их доступность для российских пациентов, проводя научные исследования совместно с медицинским сообществом, что помогает ему развиваться. С единственной целью остановить рост распространения сахарного диабета в Российской Федерации. Сейчас в республике больных с сахарным диабетом больше 116 тысяч. Во время пандемии они в группе риска. У них коронавирусная инфекция протекает тяжелее, что повышает риски осложнений и смертности. Внимание этой теме сегодня особое. Между здравоохранением республики и Национальным медицинским исследовательским центром эндокринологии подписано соглашение о взаимном сотрудничестве. В оказании медицинской помощи, специализированной технологичной медицинской помощи. Ну и обмене опытом, обмене новыми методами лечения, ведения больных с сахарным диабетом. Диамобиль будет в Уфе до 4 июня, а после отправляется в Стерлитамак и Сибай. Надежда Марина, Радмир Халитов, Вести, Башкортостан.